Неправильный код доступа. Введите код. Юлия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной. Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Телефон прямого эфира 363-36-59. СМС-ки присылайте по 985-970-4545. Еще раз повторяю. СМС-ки 985-970-4545. И начать программу хочу с суперлиберальной новости. Теперь нашим российским гражданам, оказывается, можно ездить в машинах с оружием. Причем не просто с пистолетами и пулеметами, а даже с противотанковыми ракетами. Оружие можно при этом не регистрировать. В случае, если это незарегистрированное оружие отбирают милиционеры, это провокация, беспредел. Ракеты милиционеры должны вернуть. Иначе последствия могут быть, цитирую замначальника генштаба господина Бурутина, тяжелыми и даже кровопролитными. Объем перевозимого оружия. До 35 ящиков с боеприпасами. Автомашина, тип, Урал. Да, кстати, я забыла упомянуть, что, чтобы ездить российскому гражданину с незарегистрированными ракетами, надо ездить по территории чужого государства Грузии, которая, подумать только какая наглость, забрала вот этот самый Урал, и вот за него вступился замначальник генштаба, который сказал, что последствия инцидента могут быть крайне тяжелыми, даже кровопролитными. Тип, в следующий раз стрелять будет. То есть два варианта. Либо у замначальника генштаба, и вообще у генштаба тяжелый случай умственного развития, и они в самом деле считают, что российские граждане имеют законное право разъезжать с ракетами по территории соседних государств. Тогда это конститут у сербского. Либо они хотят использовать это как предлог для войны, которая, судя по поведению генштаба, действительно на повестке дня. Но тут такая проблема, что причины этой войны будут разбираться не на ОРТ, а в ООН, и там тоже вряд ли сочтут обоснованными объяснения российского генштаба. То есть это опять-таки к сербскому. Что, впрочем, радует, что когда вот включила я телеканал Вести, и смотрела это известие о приближающейся войне, его показывали после футбола, я даже засекла. 13 минут рассказывали про футбол, а потом про то, что у нас будет война. Ну, еще одна замечательная новость, которая уже не на этой неделе, а уже две недели идет. Я с изумлением наблюдаю за разворачивающейся в СМИ целой такой пропагандистской кампанией против единого госэкзамена. Нам рассказывают, кто получил двойку, сколько получили двойку, 25% психольников получила двойку, кто пишет апелляции, кто сейчас будет жаловаться в Конституционный суд. Просто, вы знаете, такой масштабной кампании я не видала со времен борьбы с космополитизмом. Правда, на самом деле не совсем. У нас было две уже в российское время кампании такого рода. Одна с судами присяжных, другая против контрактной армии. С судами присяжных, если вы помните, был просто мрак, потому что в какой-то момент люди, привыкшие согласовывать все свои действия с судьями, и знавшие, что человек оказывается за решеткой, если согласовать или если заплатить, вдруг обнаружили, что есть присяжные, а с ними как-то надо работать, сложно. Если вы помните, была просто действительно гигантская кампания по дискредитации суда присяжных. Она началась с очень смешного момента, с процесса, который сейчас лег в основу очень красивой книжки, книжки, которая называется «Тайно-свещательная комната», и написал ее журналист Леонид Никитинский, который этот процесс тогда и освещал. Процесс сам себе был довольно незначительный. Там были два каких-то бизнесмена, которые взяли кредит, и на этот кредит закупили сигареты, и возили их через границу. Естественно, контрабанды, по-другому сигареты не возят. А когда случился дефолт, они не смогли отдать кредиты. Вот те, у кого не брали кредит, их заказали. Заказали, видимо, ФСБшникам или прокуратуре, я даже не могу сильно разобраться. В общем, смысл заключается в том, что после того, как эти два бизнесмена посидели за контрабанду, вдруг образовался суд присяжных, и вот этот суд присяжных стали запугивать и подкупать заказчики всего процесса. Причем там суммы были, там, 10 тысяч рублей. И к присяжным этим ходили, участковые пугали, у кого был бизнес, тому говорили, отберем бизнес. И присяжные от всего этого так обалдели, первая коллегия присяжных развалилась, потому что одного из присяжных запугали до того, что она сочла, взяла больничным и сказала, и в результате дела развалилась. И вот после того, как это произошло, все эти 11 присяжных подходят к адвокату, это был Виктор Паршуткин, говорят, вот мы хотим рассказать, как нас подкупали. Дальше все это пошло в новую газету, Леонид Никитинский написал об этом кучу статей, скандал был дикий, следующая коллегия тоже вынесла оправдательный приговор, потом еще третий раз было дело направлено присяжным, тоже она вынесла оправдательный приговор. Причем, заметьте, что присяжные-то разобрались по существу, ведь, наверное, была надежда, что, ну как, вот эти два бизнесмена возили контрабану через границу, они ее возили. Значит, присяжные как-то так обалдели, во-первых, от того, что на них давят, во-вторых, от того, что их покупают, и, в-третьих, от того, что, ну, действительно, все это так делают. Что, как я уже сказала, этих людей оправдали. А дальше чего произошло, когда две коллегии, целых две, одна распущенная, другая оправдавшая, гуляли в ресторане, то пришла туда милицейская камера, все это сняла, потом все это показывалось в передачах у Хинштейна, у Караулова, вот у всех этих наших правдолюбцев, со словами, вот как адвокат Паршуткин купил присяжных, там против адвоката возбудили уголовное дело, ему надо было уехать, а все это использовалось, и этот, и многие другие случаи просто, вот для того, какие они присяжные неправильные. Потому что люди на уровне майоров и полковников были ошарашены, что, оказывается, все-таки присяжные, это не совсем то же самое, что судья, у которого квартира, то, сё, на него надавить сверху можно. Сейчас, как вы видите, они научились работать с присяжными, больше этот вопрос товарищей не интересует. И, например, даже история с оправданием Квачкова, которая могла бы послужить прекрасным способом возбудить уже либеральный гнев против присяжных, она никак не использована. И то же самое было, кстати, с контрактной армией. Столько было копей сломано против того, что вот нельзя переходить на контракт по тем-то и тем-то причинам, потому что действительно теоретически контрактная армия – это армия, которая занимается войной, а не тем, что стоит генералу свинарник или дачу, и, вы знаете, сейчас военные справились, опять же, с этим вопросом, то есть, наоборот, они выстраивают, бывает, случаи в полшестого утра людей на плацу и говорят «пока не подпишите контракт, не пойдёте в казарм, а на улице минус 30». Ларчик открывается просто, потому что все деньги, которые получают эти якобы контрактники, они просто переходят либо по ведомости к соответствующему начальнику части, либо просто у людей забирают зарплатные карточки. То есть, вот я вижу ту же самую компанию. Вал возмущения насчёт ЕГЭ. Помилуйте, ребят, у нас в ВУЗ нельзя поступить без взяток. У нас дипломы торгуют как пирожками. У нас рынок коррупционных услуг в сфере образования оценивается в миллиарды долларов, то есть, интересанты этой компании, активные, очевидные. И никого это не беспокоит. И никто не пишет, как поступают в российский ВУЗ со взятками. Знаете, у меня, когда ещё в советское время училась, школу закончила подружка Наташа школьная, вступала на биофак. Она была очень умная девочка, не просто умная, а именно талантливая. И страшно хотела учиться именно на биофаке. И вот ей на экзамене достаётся вопрос о развитии эмбриона. И она начинает рассказывать на примере эмбриона человека. А представитель конкурсной комиссии смотрит, пока она докончила, и говорит, девушка, а что нам рассказываете про человека? Надо рассказывать про долгоносика по программе. Ну, долгоносик же легче, эмбрион развивается. Она говорит, я могу про долгоносика. Не надо, два. Два. Вот эти случаи почему-то никого не заботят. Этих историй я не слышу. Ау, ребята, вы посмотрите вещи такие, типа что, где, когда или своя игра. Вы когда это смотрите и восхищаетесь, это чем отличается сильно от ЕГЭ? Не знаете, как ЕГЭ работает? Ну, так зайдите просто вот на сайт и посмотрите. Я вчера зашла и порешала с удовольствием задачки там по биологии, по биографии. Меня экзамен по обществоведению, там просто очень либеральный, построено либеральных идей, да? Когда там спрашивают, что делает правительство, снижая налоги? Устраняет дефицит бюджета или способствует подъему производства? Отправильный ответ способствует подъему производства. Меня он просто умилил. Математический экзамен, меня замечательный экзамен. Да, меньше всего мне понравился единый госэкзамен по литературе, потому что там требуется из четырех ответов выбрать, кто отражает и как воплощает. Ребята, а мы что, в сочинениях по-другому писали? Про зеркало интеллигенции, про отражение природового строя или, наоборот, отсталого. И это у нас развивал ум, когда мы про зеркало интеллигенции писали. То есть, еще раз, меня изумляет, что небольшая куча народу, заинтересованного в получении денег на коррумпированных, безумно коррумпированных наших вступительных экзаменах, и огромная куча двоечников, которые вдруг получили двойки, стали зачинателями волны, которая грозит поставить крест. Я не хочу сказать на вещи, которые сейчас идеально отлажены. Вот, к сожалению, не бывает, не работает хорошая система, если люди дурные. Ни от чего не спасает контрактная армия, если потом начинают забирать зарплатные карточки. Ни от чего не спасают суды присяжных, если их пугают или составляют из агентов ФСБ. Но это не значит, что не должно быть судов присяжных. Это не значит, что не должно быть контрактной армии. Это значит, что единый госэкзамен – одна из немногих вещей, которую, если сделать понормально, ликвидирует существующую систему российского образования, при которой человек в 18 лет понимает, что если он знает предмет, но у него нет денег, он не поступит. И это ему урок на всю жизнь. У меня еще несколько вопросов. Вопрос от Максима. Вы по-прежнему высокого мнения о следователе Горебяне. Как вы считаете, дело об убийстве Политковской раскрыто или развалено? Я много говорила об этом во время разворота. Расследование убийства состоит из двух частей. Установить, кто как двигался, кто где стрелял и кто кому передавал пистолет – это вообще-то же вещи, которые журналисты не умеют делать. Следователь Горебяне это сделал, он установил главное – ту систему киллеров, которую убивала Политковскую. А все эти люди или чекисты, или агенты ФСБ, что для меня лично отвечает на много вопросов. Мне жаль, что нельзя спросить у господина Атлангиреева, который, по-видимому, передал заказ Ломали Гайтукаеву. Напомню, что оба эти человека – чеченцы из лозаннской преступной группировки, весьма близкие к ФСБ. Гайтукаев на суде заявил, что он агент ФСБ. Господин Атлангиреев награжден минным пистолетом от Патрушева. Мне жаль, потому что господина Атлангиреева, как известно, 31 января украли здесь вместе со своим минным пистолетом и увезли в Чечню. И сейчас он там сидит в Гудермесе и, наверное, когда-нибудь даст показания, такие какие, ну, за которые Кадыров что-нибудь выторгует у России. Но приблизительно я представляю, какие показания может дать человек, награжденный именным пистолетом Патрушева, и человек, чьей самой известной операцией было выманивание в Москву и сдача ФСБ известного полевого командировец премьера Чечни Турпала Ли Атгиреева. Меня спрашивают еще про конфликт с ТНК, а вернее конфликт внутри ТНК БП между Михаилом Фридманом и другими российскими акционерами и британской стороной, и главой компании Робертом Дадли, и несчастными британскими специалистами, которых не пускают в Россию, в то время как самого Дадли вызывают на допрос. Это, конечно, удивительный метод решения внутрикорпоративных конфликтов. С помощью вызова главы компании на допрос или обнаружения внутри компании шпионов. Это чисто российский. Это, знаете, вроде черенка от лопаты, вставленного в известное место. Это непринятые на Западе методы решения корпоративных конфликтов. Опять же, я довольно много говорила об этом тоже в развороте, и мне кажется, в этом конфликте самым важным вот что. В течение последних пяти лет все корпоративные конфликты в России развивались по одной схеме. Два олигарха ссорились, каждый из них бежал в Кремль, каждому из них в Кремле кивали, в результате ни один не получал желаемого, и зависимость обеих олигархов от Кремля возрастала. Типичным примером такого развития конфликта может как раз служить один из конфликтов, который ввязалась группа Альфа. Это был конфликт за 25% мегафона. Альфа купила эти 25% у человека, который не имел права их продавать, и вообще не принадлежали другому человеку. Альфе пообещали, что того человека, которому они принадлежат, то есть министра связи Реймона, снимут, видимо, принадлежат. Реймона не сняли, Альфа ввязалась в затяжной конфликт, в течение которого постепенно возрастала ее зависимость от Кремля, и, как говорят лично, Игорь Иванович Исечен. И вот новая драка, она происходит во время Междуцарствия, и всемогущие покровители Альфы еще могут решать сейчас свои проблемы через органы, но уже не могут использовать эти проблемы, как мне представляется, для поглощения самой Альфы. И это самое важное. То есть мы возвращаемся к эпохе рейдерства, такого хорошего, середины 90-х годов. И обратите внимание, вот и в том, в этом конфликте, как мне представляется, большую роль может играть человек, который близок к Альфе, это вице-премьер Игорь Исечен. Вы знаете, вот этот человек играл, был еще недавно в России, если не первым, то или не вторым. И играл огромную роль в нефтегазовой отрасли. Но вот тот замглавы администрации президента, который все решал в нефти и газе, очень многое решал при Путине. И тот вице-премьер, который сейчас сидит в правительстве, это, знаете, два разных человека. Это даже не однофамильцы. Потому что смотрите, насколько ослабли позиции человека, которого считают первым среди кланов силовиков. Он представитель среди директоров Роснефти. Но главой Роснефти является Богданчиков. И более того, между Сечином и Богданчиков похоже пробежала кошка. То есть господин Сечин не стал президентом Роснефти, как многие ожидали. К Роснефти не присоединился у Сургутнефтегаз. Это тоже очень важный момент. Потому что никому неизвестно, кому принадлежат акции Сургутнефтегаза. Господин Белковский заявил, что они принадлежат вообще Владимиру Путину. Но в любом случае, можно сказать, что никто достоверно не знает, кому они принадлежат. И вот мы видим сейчас, что Сургутнефтегаз как бы то ни было, вот он не присоединился к Роснефти. И если посмотреть реально, какие вещи остались под влиянием, так сказать, под зонтиком Игоря Ивановича, мы видим, что там очень мало чего осталось по сравнению с тем, что было. То есть тот Сечин был, если не первый человек государства, то и не второй. А этот просто вице-премьер. То есть это новый уже конфликт, который Альфа первая почувствовала в это время. Которая Альфа первая почувствовала, что государство, я не могу сказать, снова ослабевает, государство меняется. Телефон прямого эфира 363-36-59 и смс-ки 985-970-45-45. И говорите в эфире. Да, здравствуйте, говорите. Юля, здравствуйте. Очень счастливый случай прозвонюсь. У меня два вопроса к вам. Скажите, пожалуйста, что на ваш взгляд происходит с Эльдорадо, потому что для меня действительно очень интересно это понимать, потому что я работаю в этом рынке, но что с компанией Эльдорадо, какая судьба в связи может быть с этими всеми переменами. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, изменится ли в нашей жизни что-то, если наши чиновники пристанут ездить по Кутузовскому с мигалкой? Может быть, что-то в нашей стране изменится? Потому что вот я сейчас купил квартиру на Юго-Западе, но невозможно, когда перекрывают из-за какой-то одной машины всю Москву. Это же, как вот, вы представляете, какие проклятики? Спасибо. Представляю. Насчет Эльдорадо не знаю. Я помню, на них заводили уголовное дело, но вроде как договорились, по крайней мере, для этого и заводили. Там, если я правильно помню, то люди, которые заводили уголовное дело на Эльдорадо, это те же, что и расследует Арбат Престиж и Могилевич, а это Следственный комитет при Центральном федеральном округе. Там сидит такой господин Аулов, насколько я понимаю, достаточно считается одним из людей Игоря Ивановича. Вот, на мой непросвещенный взгляд, некоторые вещи, сделанные именно этими ребятами, они как раз вот из серии «Перебор». То есть, я не удивлюсь, что если будет реформа государственных систем судов и правосудия при Медведеве, то именно Следственный комитет при Центральном федеральном округе именно эти люди первые попадут под раздачу, потому что, напоминаю, например, эпизод с господином Некрасовым, партнером господина Могилевича, задержанным вместе с ним. Это анекдотический случай, когда задерживали Могилевича, а Некрасов просто подошел и спросил, что такое. И из-за этого мужик, видимо, потеряет бизнес или, по крайней мере, несколько месяцев в тюрьме. Что касается Меганок, ну, понимаете, да, вот дорога – это такой образ жизни, вернее, такой образ мира. Вот мой друг Михаил Блинкин, один из лучших наших экспертов по транспорту, любит приводить пример Великой Французской революции, которая в 1789 году ликвидировала одну из древних феодальных привилегий – право преимущественного проезда аристократа. Моя тачка, моя притчка едет впереди обывательской. У нас 1789 года еще не наступило, но я могу привести еще более замечательный пример о том, как было организовано дорожное движение в императорском Китае, причем ранних династий, вот времена, когда были столицы Илаян, Чаньян и так далее. Там было трехстороннее дорожное движение, то есть вот в городе было, карт был квадратный, в каждой стороне Илаяна было трое ворот, соответственно, от них шло три улицы, которые пересекались с другими тремя улицами, а движение было трехрядным, справа ехали одни, слева ехали другие, а посередине мог ехать только император. Собственно, меня тут спрашивают по этому поводу тоже по интернету, что может сделать Медведев для того, чтобы реформировать систему. Вы знаете, система-то будет реформироваться сама. Вот посмотрите, что подвижки-то уже происходят. Вот у нас был человек, который сидел главным на кадрах, решал по кадрам все, это Виктор Петрович Иванов, помощник президента, и в частности от него, конечно, зависели кадровые назначения судей, в связи с чем у него был страшный конфликт с Антоном Ивановым, главой высшего арбитражного суда, который считается одним из ближайших к Медведеву людей. И вот как только уходит Путин, смотрите, что происходит. Антон Иванов начинает снимать судей, Антон Иванов разрешает судьям прийти на суд против Соловьева и там свидетельствовать о том, что есть люди, которые давят на систему правосудия, и этот суд, и вообще желание Иванова кончаются победой Антона Иванова над Виктором Петровичем Ивановым. Вот, посмотрите, другая замечательная история. Есть такой близкий к Путину человек, который возглавляет Рособоронэкспорт, господин Чемизов. Господин Чемизов очень хочет создать компанию Ростехнологии, в которую буквально войдут сотни предприятий, и когда мало того, что в нее войдут сотни государственных предприятий, так еще по закрытому тендеру потом акции этих предприятий могут быть проданы на сторону, чтобы покрыть издержки компании. То есть меркнут залоговые акционы перед тем, что заложено как идея в создании компании Ростехнологии. Но президент Путин по каким-то непонятным мне причинам не подписал, не успел подписать этот указ. А теперь, видите, все против этого указа. Почему? Потому что, ну, так как работает Рособоронэкспорт, он восстановил против себя довольно много оборонных предприятий, которые обнаруживают, что деньги, полученные ими за заказы, осталась предоплата, приходит предоплата на счета Рособоронэкспорта, а дальше гуляйте как хотите, вот хотите, возьмите кредит в нашем банке, мы вам подскажем где. Он восстановил против себя Кудрина, потому что мимо его ходит к президенту, а мимо Кудрина никто не может в финансовых вопросах ходить к президенту. И мы видим, что вся эта история гибнет. То есть, чтобы разрушить систему власти Путина, не надо ничего делать. Она сама разрушится. Знаете, есть такой принцип дао, недеяние. А вот что будет создано, это другой вопрос, потому что, если ввести то Виктора Петровича Иванова, все в вопросах в судах, допустим, будет решать Антон Иванов, то какая мне разница, какой Иванов. Перерыв на новости. Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Марина из Подмосковья спрашивает меня. В вашем комментарии по делу об убийстве Политковской вы привели в качестве примера найденного заказчика по убийству Козлова Фрэнкеля. Это тот случай, когда, говорят, упустили удобный случай промолчать. Я понимаю, вы не читатель, а писатель. Но все-таки иногда неплохо выступить в роли читателя и ознакомиться со статьей Игоря Королькова, раздолбавшего версию прокуратуры в прах и прах, не на пальцах, а на фактах. Ваша коллега за свое исследование по делу дисконтбанка Наталья Мораль попросилась в местном резиденции, ибо упомянула тех, кто усиленно переводит от себя стрелки на Фрэнкеля. Да и сам ход суда, характеризующийся беспардонным правовым нигилизмом, должен непредвзятого человека заставить задуматься, что с вами происходит. Уже на Марина. Спасибо за вопрос по делу Фрэнкеля и по статье Игоря Королькова, который обнаружил в газете совершенно секретно, что убийц Фрэнкеля беспощадно подставили и заставили их оговорить себя. Я сейчас немножко об этом сначала подробнее поговорю об убийцах, потому что что мы имеем? Есть три бандита, Луганских, Половинкин, Прогляда, Белокопытов, все судимые не раз. Жили здесь в Москве, выбивали долги, следили за Козловым. Их, собственно, почему поймали, хочу объяснить. Дело в том, что вот два человека, Половинкины, Прогляда, хотя они сваливают вину для друг на друга, они знали, что они будут убивать Козлова, они, естественно, говорят, что они не виноваты, что их заставили, что они опасались угрозы своим семьям от господина Погоржевского, что, наконец, ну, в общем, там путаются в показаниях, потому что, на самом деле, никто, видимо, на них особо не давил. Но они хотя бы знали, что они действительно будут убивать Козлова, которого им представили якобы как какого-то гадкого коммерсанта, который кому-то задолжал. Но вот Белокопытов, который отвозил их с места происшествия, который тоже участвовал в слежке, и который получил за все про все три тысячи долларов, впрочем, один из киллеров получил полторы тысячи аж, так вот этот Белокопытов, он реально не знал, судя по всему, что будут убивать Козлова. Поэтому, когда он участвовал в слежке, он со своего мобильного номера звонил и в Женео домой, и в Луганск дочке, и так далее. Конечно, после убийства они выкинули все эти мобильные телефоны, они даже продали машины, но система по системе звонков это все отслеживается, и отслеживается в том числе тот ужасающий факт, что сразу после убийства, взгромоздившись машиной Белокопытова, эти орлы, господин Половинкин, они отзвонили своему организатору, господину Погоржевскому, сказали, что все исполнено. После этого по Горжевске опять же по детализации звонков это все было в газетах, это не секрет, позвонил Шафраю, Шафрай позвонил Аскеровой, Аскерова, который сидел в этот момент в ресторане Триш, если я не ошибаюсь, с одним из руководителей Веббанка господином Власовым, это сообщило господину Власову, к чему, если можно, я вернусь потом. То есть эта шайка настолько экономила, что вот она засветилась на этих телефонных звонках, и поскольку все организовывалось там достаточно внезапно, то там вот эта телефонная активность их сдала. И, конечно, я бы с удовольствием услышала, каким образом получилось, что не убивая Козлова, эти люди сразу после убийства позвонили из машины своего подельника и сказали, что Козлов убит. Вот как утверждают сейчас их адвокаты, какие-то злые люди их подставили, признаться в убийстве заставили пытками, угрозами. Да, они следили за Козловым, но не убивали. И более того, как сообщает господин Корольков в статье, которая, как тут пишут, раздолбала версию прокуратуры в пух и прах, им подбросили оружие. Куда, скажете вы? В кусты. Установлено, пишет Корольков, что в пистолете, переделанном из пневматического, из которого, по версии следствия, стрелял Половинкин, отсутствует выбрасыватель гильзы. Это значит, что автоматическая стрельба из такого оружия невозможна. Но свидетели утверждают, выстрелы прозвучали без пауз, один за другим. И дальше Корольков сообщает еще более душераздирающий факт. По следу-то пустили собаку, и вот пес оружие не обнаружил, что и зафиксировано в протоколе. То есть, пишет Корольков, вечером 13 сентября никаких пистолетов у бетонной стены не было. Сообщаю господину Королькову и слушателям, что любая разыскная собака имеет узкую специализацию. Та, что идет по следу, не ищет оружия. Та, что ищет оружия, не ищет наркотиков. Если собака шла по следу, а нашла оружие, это был бы повод для вопросов. Сообщаю второе. Мне, девочке, как-то неловко объяснять журналисту Королькову, мальчику, что если пистолет переделан из травматического и в нем нет выбрасывателя, то есть часть энергии пороховых газов не используется для экстракции гильзы, то это не значит, что гильзу выковыривают руками, зубами или с помощью парового молота. Это значит, что экстракция гильзы происходит путем передергивания ствола за доли секунды. Но, собственно, это не главное. Вот Козлова убили, на глазах свидетелей, там был полдюжины свидетелей, которые не видели в лицо убийц, но видели, как они бежали. Кто бы ни были убийцы, они тут же скинули пистолеты. Их обнаружили, поле и гильзы совпали. Мне что хочет сказать адвокат? Что, во-первых, оружие подкинули, а во-вторых, это было не то оружие, из которого стреляли. Во-первых, я его не брала, а во-вторых, он был с отбитой ручкой. Я очень благодарна адвокату Черного, потому что, если бы у меня были сомнения насчет этих луганских бандитов, то замечательные истории про собаку и выбрасыватель их развеяли. Потому что мои сомнения надо было развеивать объяснением, как эти люди после убийства Козлова позвонили и сообщили об исполнении заказа. И тут же выкинули все телефоны. А самое главное, знаете, еще немножко логический вопрос. На хрена Козе Баян? Вот зачем вообще было тогда удавить киллеров Козловым? Вот убили владельца соцбизнес-банка слесарев. Такого же грязного очень банка, который пользовался, видимо, очень большим покровительством и своих покровителей же кинул. Расстреляли специально купленные для этого Ауди на Рублевке вместе с женой-племянницей. Это громчайшее, это кровавое убийство. Может, мы его часто вспоминаем? Нет, нету дела слесаря. И нету дела Козлова, если бы не вспоминали его. Другой вопрос, и это Марина поднимает совершенно правильно, это вопрос о том, что происходит на суде. Я считаю, что Алихвер, судья, это вообще имя собственное. Вот есть судья Гений, есть судья Олигофрин, а есть, скажем, судья Алихвер. Вот я приведу один фантастический, на мой взгляд, эпизод. Фрэнкель заявляет на суде, что не было мотива для убийства Козлова, потому что арбитражный суд принял решение о восстановлении ВИП-банка в системе страхования вкладов. Помилуйте, но это и есть мотив. Козлов четырежды блокировал вступление ВИП-банка в систему страхования вкладов. Весь ЦБ говорил, что у Фрэнкеля нет ни единого шанса туда вступить, потому что А. ВИП-банк считался крупнейшей отмывочной площадкой Москвы, Б. Все считали, что Фрэнкель работает в очень сомнительных банках перед этим. Фрэнкель этим одержим. Он шлет Козлову огромные письма. То звонит человек, Козлову представляется арбитражным судьей, просит за ВИП-банк, Козлов перезванивает, выясняется, судья в отпуске. То звонят, представляются зампрокурора Колесникова, просит за ВИП-банк, выясняется, зампрокурора не звонил. ВИП-банк идет в арбитражный суд и выигрывает, вы будете смеяться, процесс. Представьте, что после этого, что думает Козлов? Просто на ВИП-банк падает стена. Козлов просто закрывает этот банк, причем деталь, которая не могла не привести Козлова в особую ярость. Филиалы ВИП-банка в течение двух недель после этого продолжают работать и средство уходит в Инкретбанк, запомните это название, ну и в другие организации. То есть Фрэнкель ищет встречи с Козлом, просит даже людей, на которых он когда-то там писал заявление. И Козлов, в конце концов, встречается незадолго до смерти своей, но не с Фрэнкелем, а с ее партнером Олегом Власовым. И говорит на этой встрече, что он готов вернуть ВИП-банку лицензию, если тот почистит себя, если в нем не будет Фрэнкеля, который всех достал. Это, кстати, ключевая абсолютно момент, потому что представьте себе на месте Фрэнкеля, на Власова, имя которого совершенно не упоминается в деле, переведены в этот момент все активы, и Фрэнкель понимает, что его неуемное стремление доказать, что он все-таки самый замечательный, не просто привело к конфликту с Центробанком, а Центробанком конфликтовать опасно. А поставила ситуацию, когда его автоматически выкидывают из бизнеса. То есть, это очень важный момент. Я уже обращала внимание, что 13 октября, вечер убийства Козлова, насколько я понимаю, Власов сидел в ресторане Триш с Лианой Аскеровой, и когда ей звонят и говорят, Козлов мертв, представьте себе, что чувствовал Власов. То есть, это было убийство не только Козлова, это было еще и научить Власову. Так, собственно, судья все это должна рассказать, она должна вызвать Власова в свидетели, она должна вызвать тех свидетелей, которые подтвердят, что отзыв, что история с арбитражным судом просто взбесила Козлова. Что делает судья? Она закрывает процесс. Как говорится, непрофессионализм не пропьешь. Ну, собственно, судья это бог с ней, а есть же еще и следствие. А чем занимается следствие, мне очень интересно. Нам говорят, что оно пытается обвинить господина Фрэнкеля. Давайте-ка посмотрим, чем занимается следствие на пальцах. Только что два сотрудника ДЭП МВД, Целиков и Носенко, из числа оперативно-следственной бригады по делу Фрэнкеля, задержаны ФСБ при вымогательстве полутора миллионов евро у Инкретбанка. Что это за Инкретбанк такой? А это, я уже говорила, один из банков Фрэнкеля, теперь Власова. Именно через Инкретбанк в свое время были выведены на основные потоки, и сидит он в здании на улице 10 октября, которое Виббанк силой захватил в 2005 году. То есть нам говорят, что страшные опера состряпали дело против невинного Фрэнкеля, чтобы выиграть власть. А вся система, созданная Фрэнкелем, продолжает работать. Правда, с нее вымогают деньги. Правда, вымогателей задерживают в ходе борьбы ведомств. Может быть, это случайность? Может быть, эти Целиков и Носенко это исключение? Нет, это не исключение. И я могу привести целый ряд обоснований того, что я не могу истолковать иначе, как систематические наезды на банки следственной бригады. Во-первых, собственно, об этом свидетельствует интервью газете «Время новостей». Там источник в прокуратуре, занимающийся делом, говорит, что заказчиком является группа обиженных козловым банкиров, что обвиняемый Алексей Фрэнкель, очевидно, всего лишь пешка в этой игре, и что следственная группа и после состоявшихся арестов продолжает изучать все изъятые в кабинете и дома у Козлова документы и проверять банки, которые Козлов проверял. Эй, товарищ источник, убийство – это не та вещь, где входит в долю. Никто не создавал акционерное общество с целью убийства Козлова. А если вы считаете, что у Фрэнкеля были сообщники, для этого не надо проверять банки, надо проверять телефоны Фрэнкеля и особенно Аскеровой, организатора. Банки надо проверять, только если пользуешься убийством Козлова для вымогания денег. Более того, о том, что делает следствие, или, по крайней мере, часть следствия, есть еще более фантастический документ. Это жалоба Следственного комитета при МВД на сотрудников Следственного комитета Генпрокуратуре, согласно которой сотрудники при Генпрокуратуре изъяли у СК при МВД дела вот этих самых банков, банков Сокальского, банков Илбакидзе по отмывке денег. Ребят, то есть ребята копали, накопали в рамках дела Фрэнкеля, а Следственный комитет при прокуратуре у них изъял новый вид рейдерства. Раньше захватывали друг у друга заводы, теперь, можно сказать, дела, как чистые потоки наличности. И самое замечательное, что люди, у которых изъяли эти дела, жалуются публично. А теперь, собственно, к главной теме. Вот что же делает, собственно, бригада по убийству Козлова. Помимо того, что она работает с банками, если верна гипотеза либералов, то проклятые следаки занимаются подтасовкой фактов против невинного Фрэнкеля. Если верна гипотеза о том, что группа или часть следственной группы занимается рэкетом, то Фрэнкель им крайне мешает. Потому что нарисие арестованного заказчика резко снижает оперативные возможности вымогателей. И тут сразу сталкиваешься с рядом вещей, часть из которых я могу опосновать, часть нет, но они настолько важны, что я все-таки упомяну. 2 октября 2006 года задерживают киллеров и к операм, простым ментовским операм, которые задержали этих киллеров в результате обычной, хотя и первоклассной сыскной работы, впервые приходит представитель следственной бригады. Первые слова обращены к арестованному Половинкину. Ну, рассказывай, как из тебя тут выбивали признание. Это историю, которую я не могу доказать, я просто ее слышала от изумленных высокопоставленных сотрудников МВД, но я могу доказать другое. Вот 2 и 3 октября задерживают киллеров. Только через два месяца, 28 и 29, задерживают организаторов Погоржевского и Шафрая. Шафрая просит известить об его аресте Аскерову. Ее извещают и не задерживают. И только 10 января задерживает Аскерову на следующий день Фрэнкеля. Нам говорят, что следствие копает от Фрэнкеля, но хроника задержания устроена так, как будто следствие сделано все, чтобы заказчик уехал. Только на дом ему не позвонил. Еще раз повторяю, чем дальше Фрэнкель, тем удобнее потрошить других. Но этого мало. Вот нам неоднократно говорили, что обвинение Фрэнкеля основывается только на показаниях Аскеровой, которая взяла их обратно. Ну, вообще-то заказчика любого убийства изобличить трудно, потому что что может доказать заказ, кроме показаний организатора? Ведь не подписывают люди письменных договоров об организации киллерских услуг. Так бывает всегда, но, видимо, в силу личных особенностей характера хозяиновой банка не в этот раз. В 2004 году Леона Аскерова получает в ВИП-банке кредит на 250 тысяч долларов. Дата погашения кредита 3 октября 2006 года, за 10 дней до убийства Козлова. Вот пока идут приготовления к убийству, Аскерова волнуется, поторапливает исполнителей, говорит, что если быстро все не сделать, потом уже будет все равно 13 октября Козлова убивают. Кредит Аскеровой переоформляют и прощают. Мне вообще интересно, следствие занималось этим кредитом? И это не все. Я уже называла имя человека таинственным образом исчезнувшего из поля зрения публики. Партнер Фрэнкель Олег Власов. Его показания абсолютно ключевые. И его встреча с Козловым в смысле определения мотива, и обстоятельства, при которых вечером 13 октября сидя в ресторане Триш вместе со Скеровой, этот чрезновек узнает об убийстве Козлова. Нежелание Власова светиться можно понять. Ему вовсе не надо, чтобы публично обсуждали, а он, Власов, знал о убийстве Козлова или нет, ему бизнес спасать надо. Но вот что я не могу понять, это публику и следствие. Потому что если бы следствие было заинтересовано в том, чтобы взять деньги от Власова, а не в том, чтобы доказать вину Фрэнкеля, оно вело себя бы, как мне представляется, точно так. Но, собственно, кроме олихверов и вымогателей у нас в России есть еще и политика, которая, впрочем, неотличима от вымогательства. Можно даже так сказать, что последние 8 лет вымогательства всякого рода есть государственная политика, а борьба партий есть борьба кланов вымогателей. Политика тоже накладывает свой отпечаток на дело Фрэнкеля, потому что среди отмывочных банков, которые Козлов закрыл, был банк-дисконт. 9 сентября за несколько дней для смерти Козлов добился против дисконта возбуждения уголовного дела, дисконт, кстати, отмывал денег больше, чем Фрэнкель. Насколько я понимаю, был момент, когда дисконт открыл единомомент на полтора миллиарда долларов, причем это произошло ровно в тот момент, когда в банке был обыск. Рассыренный абсолютно Козлов позвонил в Австрию, в Рафаэйзенбанк, куда были перевезены деньги, потребовал остановить платежки. Был уже поздно, Рафаэйзенбанк ответил, что деньги ушли. Судя, считается, что дисконт отмывал деньги силовиков, Наталья Мораль даже упоминала в одной из статей, что дисконт останавливалась личная машина главы ФСБ Патрушева. Судя по всему, Козлов получил санкцию на действие против дисконта, лично Путина. Судя по всему, это было связано не просто с тем, что через дисконт шли деньги силовиков, а что они были, так сказать, левыми. Президент Путин никогда не препятствовал своему окружению жить хорошо, но всегда любил знать размер этого хорошо. Крысетничество, знаете ли, во все времена есть признак нелояльности. И вот появляется версия, что это дисконт заказал убийство Козлов. И чуть ли там не Игорь Иванович Сечин, а на основе материалов, добытых следственной группой, появляется аналитическая записка о том, что в России есть преступная группа, в которую входят Сокальский, Элбакидзе, Френкель, Фридман и их глава Игорь Сечин, которые отмывали деньги с целью, конечно, свержение Путина. Простите, я не люблю господина Сечина, потому что за то время, пока Путин правит Россией, мы превратились из нормальной страны в страну, которая со всех сторон враги и заговорщики. И, конечно, Сечин не первый человек, который за это отвечает, но и не второй. Но в чем обвиняют Сечина в данном случае его противники? В том, что сделано со страной, в том, что мы погружены в атмосферу заговора? Нет, его обвиняют в заговоре против Путина. Простите, но я не хочу быть инструментом в борьбе клана. Я не собираюсь доказывать, что Берия английский шпион. И, кстати, еще такая поразительная деталь. Либеральная пресса все время объясняет нам, что есть плохое следствие, которое облыженно обвиняет Фрэнкеля и изо всех сил выгораживает Банк Дисконт. Но ведь дело-то обстоит ровно наоборот. Посмотрите внимательно. Материалы про Банк Дисконт бьют, как из разорванного сортира, с именами, с фактами, с цифрами. Все это может утекать только от следствия о самых вопиющих вещей про Фрэнкеля или их не расследуют, или они не утекают. Кстати, я не думаю, что столкновение следствия с Банком Дисконт изначально носило политический характер. Это, видите ли, следует из временных интервалов. Банк Дисконт возникает в деле не сразу после убийства и даже не сразу после ареста Фрэнкеля. Я предполагаю, честно говоря, что конфликт имел чисто коммерческую причину. Вот приходят ко всем банкам, большинство прачечных покорно платят, потом приходят в Дисконт, уплати. Да ты знаешь, сукин сын, да кто мы такие, да мы сейчас, да мы тебя. И, собственно, последнее, что я не понимаю в этом деле, так это либеральной прессы. Потому что, когда Козлов был убит, все, ни одна, ни две, ни три, а все газеты написали, что это потому, что Козлов не просто закрывал отмывочные банки, а преследовал владельцев. То есть создавал систему, при которой человек, отмывающий деньги, не может завести другой банк. Это был запрет на профессию. Теперь, когда судят Фрэнкеля, все, ни одна, ни две, ни три, все газеты пишут, что у Фрэнкеля не было мотива убивать Козлова, потому что он мог просто открыть другой банк. Господа, я не против. Считаете Фрэнкеля невиновным? Считайте, доказывайте его невиновность. Но только не путем неупоминания тех вещей, о которых сами же писали сразу после убийства. Когда в январе арестовывают Фрэнкеля позапрошлого года, все опять же, ни одна, ни две, ни три, все практические газеты отмечают, что Козлов закрыл банк Фрэнкеля после того, как тот добился положительного решения в арбитраже, и стало быть, Козлов мог восприниматься Фрэнкелем как единственное препятствие для сохранения банка. Сейчас идет суд, и опять же, все, ни одна, ни две, ни три газеты, все без комментариев воспроизводят заявление Фрэнкеля о том, что решение арбитражного суда доказывает отсутствие у него мотива. Это что, добросовестная журналистика? Господа, доказывайте, что Козлова убил банк-дисконт, доказывайте, я не собираюсь обелять банк-дисконт. Полтора миллиарда долларов, напоминаю, в один день, да еще при обыске. Да пусть хоть в одной статье, хоть петитом промелькнет, что сам облыжно обвиненный Фрэнкель с этим-то не согласен, что, как следует из его заявления и писем, Козлов, как и другие сотрудники ЦБ, работал на западные спецслужбы, крышевал чеченских террористов, разваливал в угоду Западу чистые российские банки типа ВИП-банка и был убит таким же, как он, агентом Запада Виктором Мельником. Кстати, вообще эти письма господину Фрэнкеля, они очень много о нем говорят, потому что Фрэнкелю действительно было бы легко создать правдоподобную версию. Ему достаточно было бы вместо этих своих писем, где Козлов называется исчадием рода человеческого, рассказать, что да, вот он, Алексей Фрэнкель, был у него такой банк, ну, известно, чем занимался, все знают, чем занимался ВИП-банк, что да, у него был личный конфликт с Козловым, потому что, да, еще с той момента, когда Козлов приглашал Фрэнкеля, вернее, Фрэнкель приглашал Козлова работать в ВИП-банк, который тогда назывался визой, и Козлов не пошел, Козлов превосходно понимал, чем банк занимается, но вот этот конфликт был столь известен, что однажды к господину Фрэнкелю пришел человек, звали его, допустим, Петр Петрович, и у него были какие-то корочки, может быть, это был не Петр Петрович, я не знаю, он был под свиданием, может быть, он был Семен Семенович, и вот этот человек предложил Фрэнкелю работать на него, а Фрэнкель отказался, сказал, нет, я сам буду банкиром, и тогда я знаю, что Семен Семенович, вот он общался с Аскеровой, и вот, наверное, вот эти люди, вот такая версия, которая бы излагала ровно то, что происходило на самом деле, кроме в одном ключевом моменте, кто заказал Аскеровой убийство Козлова, она была ведь очень правдоподобной и воспринималась на ура, но господин Фрэнкель пошел по другому пути, господин Фрэнкель решил не только доказать, что он не убивал Козлова, но и что его банк был белый и пушистый, и что вообще Козлов крышевал чеченских террористов и служил там агентом не то Моссад, не то ЦРУ. Телефон прямого эфира 363-66-59, смски 985-970-45-45, у нас, собственно, уже очень мало времени осталось для того, чтобы принимать телефонные звонки, и я хочу прокомментировать еще один вопрос, который мне прислали по интернету, это вопрос о правомерности и осуждении убийцы генерала Гамова, которых, если помните, в очередной раз приговорили к незначительным срокам заключения за убийство при неосторожности. И мне говорят, ну вот как же суд присяжных убили целого генерала, а приговорили за убийство по неосторожности. Я думаю, что это очень хороший пример справедливости суда присяжных, потому что все это происходило в городе, где все все знают. Я могу предположить, как рассужал средний присяжный. Он говорил, генерал Гамов крышевал браконьеров, брал и от Васи Якута, заказчика преступления. Сначала брал, потом перестал, стал Васю щемить, потопил его судно, обстрелял второе. Все слышали запись на Дальнем Востоке, как эти летчики палят по судну, а браконьеры в ответ по рации вопят, да ваше же начальство там с тех и с тех этих берет. Что было делать Васи Якуту? Он нанял людей, они бросили бутылку для предупреждения генерала Гамова в квартиру. Бутылка влетела на кухню. На кухне стоял сейф, где генерал хранил все свои сбережения. Вместо того, чтобы на улицу, генерал кинулся к сейфу, сгорел. Отчего он сгорел, кинувшись к сейфу и сколько было в сейфе, все присяжные рассуждали между собой. Вот, я думаю, как рассуждали присяжные. Ну, собственно, что тут сказать? Какой генерал, такой и приговор. Всего лучшего. До встречи через неделю.